В последние дни августа состоялось внеочередное пленарное заседание Губернской Думы. В повестке дня стоял всего один вопрос. О почетном звании Самарской области город трудовой и боевой славы. Депутаты детально рассмотрели законопроект, подготовленный по инициативе губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Согласно которому населенным пунктам региона, внесшим исторический вклад в развитие промышленного и оборонного потенциала России, население которых проявило героизм и самоотверженность во время Великой Отечественной войны и при восстановлении народного хозяйства, может быть присвоено почетное звание город трудовой и боевой славы. Очень необходимый, я считаю, в данном случае закон и правильное, что мы его принимаем. Ряд городов Самарской области заслуживают этого и ждут этого. Это будет правильно, если эти акты совершатся. Для нашего региона, который во время войны называли запасной столицей, такой закон крайне необходим. Именно у нас в Куйбышеве на авиационных заводах было выпущено более 40 тысяч легендарных самолетов Ил-2. Именно здесь, на эвакуированных со всей страны предприятиях, изготавливалась военная техника и снаряды для фронта. Это делается и в знак уважения и признательности тому труду и участию Куйбышева и Самарской области, и значению города в Великой Отечественной войне. Это больше, наверное, сегодня нужно и подрастающим поколениям, школьникам, студентам, которые нужно рассказывать о том, что это такое. Председатель Думы Виктор Сазонов напомнил, несколько лет назад с подобной инициативой выступили наши общественные организации, ветераны войны и труженики тыла. В результате того, что губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин включился в эту работу, он на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным этот вопрос поставил. И в конечном итоге после этого было направлено наше обращение и президентом России это предложение было поддержано. Законопроект предварительно был одобрен членами профильного комитета по местному самоуправлению, а затем и всем депутатским корпусом на пленарном заседании сразу в двух чтениях. Накануне нового учебного года в Кировском районе Самары прошла конференция работников образования. У входа в ДК имени Литвинова педагогов приветствовал оркестр. Был организован детский концерт. В фойе развернута выставка работ, подготовленных ребятами из Центра технического творчества. Везде царила атмосфера праздника. Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, обращаясь к собравшимся, выразил надежду. Августовский педсовет, состоявшийся в районе впервые за последние 10 лет, вновь станет проходить постоянно. Депутат напомнил, сегодня власти предпринимают конкретные шаги по развитию системы образования. В последние годы в регионе построены 4 новых школы. В планах возвести еще 9. А до 2025 года в рамках общероссийской программы реконструировать почти 60 школ. Те шаги, которые сегодня предпринимаются за последние годы губернатором Самарской области Николай Ивановичем Меркушкиным и по повышению статуса учителя, и по повышению качества знаний учащихся. И в этой части у нас принято целый комплекс таких нормативных актов. Это и присваивается сегодня звание народный учитель Самарской области, заслуженный учитель Самарской области. Школа, учитель – это будущее нашей страны и будущее нашего региона. В зале собрались не только учителя, но и воспитатели детских садов и работники сферы дополнительного образования. Педагоги обсудили проблемы, стоящие перед современной школой. Учитель с 30-летним стажем, директор Зубчиненской школы номер 86 Вячеслав Алексеев, уверен, с тем подходом, вниманием, которые проявляют в последние годы власти к образованию, удастся поднять его на новый, более качественный уровень. 28 лет я работаю в этой школе и хочу сказать, что многое зависит от директора школы. Директор школы можно сравнить с садовником. И от того, получится школа как цветущий сад или будет школа каким-то выжженным пустырем, во многом зависит от садовника, то есть от директора школы. Но я думаю, что я определенный вклад внес в развитие моей школы. О качестве образования свидетельствует тот факт, что число победителей Олимпиад по разным школьным предметам в последнее время в регионе выросло в четыре раза. По распоряжению губернатора Николая Меркушкина, подготовившим их учителям, ежемесячно выплачивается денежная надбавка к зарплате. Виктор Сазонов заверил, областные власти и дальше продолжат политику всесторонней поддержки сферы образования. Поселок «Береза» называют воротами города и области. Он находится рядом с аэропортом Курумыч. И первое, что видят прибывающие к нам в регион гости по дороге в Самару – это поселок. У жителей населенного пункта, построенного почти 60 лет назад, накопилось немало проблем, которые власти пытаются решить. На выездном совещании глава города Олег Фурсов совместно с заместителем председателя Самарской губернской думы Александром Колычевым посетили детский сад номер 397, в котором с 2008 года не работает бассейн. Единственное место, где местные дети могут научиться плавать, будет отремонтировано. Особое внимание на совещание было уделено дорогам. Здесь дороги с огромными ямами. Когда проезжаешь на машине, тоже можешь заехать на нее и остаться без подвески. Вызывает тревогу состояние внутриквартальных дорог. Многие из них, как это рядом с домом номер 4 в четвертом квартале, пришли в негодность. После осмотра территории, откровенного разговора с жителями, определен план дальнейших действий. В ближайшее время власти отремонтируют дорогу. А жильцы дома, в свою очередь, обещали провести субботник и навести порядок в своем дворе. Принято решение в течение недели сделать ремонт. То есть нащупаны такие болевые точки этого поселка. И дана команда привести в порядок. И дорогу отремонтировать, и контейнерную площадку сделать. И уже контейнеры будут устанавливать здесь в воскресенье. И садик включить в ремонт, в программу ремонта на 2016 год. Ну и вот другие проблемы, которые существуют, это тоже в программу. На сегодняшний день, приезд мэра, общее совещание, оно вселяет оптимизм. В этот же день лучшие труженики поселка Береза получили учрежденные губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным по просьбе ветеранов почетный знак «Куйбышев запасная столица». 1 сентября более 300 тысяч учеников школ области сели за парты. Из них 112 тысяч – в Самаре. Число школьников в самом крупном кировском районе столицы губернии заметно выросло и достигло 35 тысяч. Для 2,5 тысяч из них этот день знаний – самый первый в жизни. В школу 86 поселка Зубчининовка в этом году пришло рекордное количество первоклашек. Будет и первый Г, и первый Е. Я хочу хорошо учиться и работать врачом. Я хочу научиться хорошо рисовать, а считать я уже так хорошо умею. Буду учиться на отлично. Буду ходить в разные кружки. Я пришел в школу, чтобы учиться, вырасти и стать стоматологом. Мне дома не сидится, не хочется играть. Хочу скорее учиться и первоклашкой стать. Не буду я лениться, все буду успевать. Хочу я научиться читать, писать, считать. Всех учащихся родителей и педагогов с началом нового учебного года поздравил председатель Самарской губернской думы, возглавляющий попечительский совет школы Виктор Сазонов. Спикер напомнил, как два года назад при школе был открыт бассейн. Губернатором Самарской области Николай Ивановичем Меркушкиным было объявлено и были взяты обязательства о том, что здесь, в Зубчининовке, в Восточном поселке, будет построен физкультурно-спортивный комплекс. Значит, эта задача реализована, и 15-го числа я всех вас приглашаю на открытие этого физкультурно-спортивного комплекса. Таким образом, здесь у нас на территории, в Зубчининовке, образуется мощное спортивное ядро, чтобы каждый ребенок, каждый молодой человек, каждый из вас мог себя реализовывать в физкультурно-спортивном движении и стремиться к здоровому образу жизни. Начавшийся дождик не помешал ученикам школы 168 провести торжественную линейку во дворе. Для 50 выпускников этот день знаний в стенах родной школы станет последним. Жалко расставаться со школой. Но, с другой стороны, хочется каких-то новых впечатлений, нового будущего, хочется верить в то, что оно будет светлое. Я хочу поступить в государственный университет. Я люблю историю общества, знания, и я хочу связать свою жизнь с историей. Я больше склоняюсь к своему какому-то определенному делу, нежели там определенная работа, потому что я не вижу себя ни в какой-либо сфере, буду думать о каком-то своем личном деле, бизнес или что-то типа того. Учусь хорошо, иду на медаль. Мои любимые предметы – математика, физика. Хочу получить техническое образование. Инженеры всегда очень нужны, чтобы без работы не останусь. Эта школа – одна из старейших в районе. Дает хорошие знания, о чем свидетельствуют результаты ЕГЭ. И то, что почти все выпускники прошлого года поступили в вузы на бюджетные места. Педагогический коллектив школы во главе с директором Мариной Поповой надеется, что хорошо подготовили своих учеников к самостоятельной жизни. Желаю вам успехов, увлекательных путешествий, интересных друзей, неизведанных дорог. Украшением праздника стали хореографические вокальные номера, выступления ребят из школьной секции «Тэквондо», а также дружное исполнение всеми учениками и учителями школьного гимна. Всех собравшихся с началом нового учебного года поздравил председатель губернской думы Виктор Сазонов. Для губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, для депутатского корпуса всех уровней, вопросы образования – это приоритетные направления деятельности. Мы постоянно работаем над тем, чтобы создавать благоприятные условия для работы учителей, повышать престиж работы учителя и, конечно, создавать хорошие условия для обучения учащихся. Всем хочу пожелать хорошей и отличной учебы, а выпускникам нашим и всем вам, дорогие друзья, в добрый путь. С праздником вас, Днем Знаний! Звонок колокольчика в руках первоклассники и выпускника возвестил начало нового учебного года. После чего первоклассники первыми проследовали в классы, где для них состоялся хоть и праздничный, но уже настоящий школьный урок.